Доброе утро дорогие друзья меня зовут Игорь Яковенко сегодня 16 июля и мы продолжаем наши ежиутренние размышления о том что происходит в россии в мире и в наших душах главные события естественно сегодня из-за океана соединенных штатов америки вчера национальная конвенция республиканской партии номинировала дональда трампа кандидатом на пост президента соединенных штатов америки и в тот же день трамп объявил своего того с кем он будет идти на эти выборы в качестве вице-президента им стал его избранником стал джеймс вэнс сенатор от штата агайо если первое событие было не просто ожидаемым но фактически безальтернативным то второе было на мой взгляд очень знаковым и во многом предопределила ту часть политики дональда трампа которая связана с войной россии против украины убедительно вот это решение выбор трампа своего вице-президента подтвердил самые худшие опасения тех кто считал что и считает что президента трампа президентство трампа будет тяжелым испытанием для украины ну как таких случаях говорят говорят смотрите кто пришел хотя джеймс вэнс не вчера пришел в политику но тем не менее вот на такой на такой уровень он выдвинут впервые и так кто такой джеймс джеймс вэнс ну давайте вспомним последнее его выступление почему я сказал о том что президентство трампа с учетом вот этого выбора вице-президента будет очень тяжелым это будет очень тяжелые годы для украины вот в прошлом году ну скажем так полгода назад накануне визита в соединенные штаты америки зеленского вэнс заявил в своем выступлении на cnn я цитирую просто цитата на лицо продовольственный кризис который обостряется из-за продолжающейся войны в восточной европе возник энергетический кризис который угрожает смести множество союзных правительств в западной европе что наиболее отвечает интересам америки так это принять вот самая главная часть этого выступления что наиболее отвечает интересам америки так это принять что украина уступит часть своей территории русским и что нам нужно завершить эту войну вот это одно его выступление еще до того он сообщил что цитирую военные цели зеленского не соответствует реальности некоторые из его ближайшего окружения сопротивляются это всегда должно было закончиться тем что самая главная часть вот этой фразы россия будет контролировать часть украинской территории а урегулирования будет достигнута путем переговоров я говорил об этом в течение года это было очевидно для любого кто обращал внимание на реалии на местах ну и наконец тоже в конце прошлого года венц назвал состоявшийся визит зеленского самым позорным фарсом за первый год его на пребывание в сенате ну и он заявил о том что это случилось вследствие недостойного процесса когда украинский президент требовал от американских законодателей 61 миллиард долларов налогоплательщиков поскольку значит в случае отказа с целью добиться лучшей защиты южной границы сша их можно будет назвать марионетками президента путина ну и дальше ну что что можно еще сказать о венсе он в этом во многом похож на трампа он похож на трампа на своей непредсказуемостью и умением мгновенно менять свою позицию с точности до наоборот например вот его высказывание ну совсем сравнительно недавние 2016 года о трампе цитирую я всегда был против трампа он мне никогда не нравился господи какой же он идиот он мне кажется мерзавцем и в этом же в этом же году он сообщил о том что иногда я думаю что трампа ци циничный галюка иногда что он американский гитлер после этого поскольку влияние трампа республиканской партии очень быстро стало доминирующим то ради того ради выдвижения вэнс очень быстро помирился с трампом и в конечном итоге сумел завоевать его доверие и трамп в конечном итоге поддержал его выдвижение в сенаторы ну вот такой вот такой вот у трампа теперь вице я думаю что это очень знаковое очень знаковое выдвижение которое означает плохие годы плохие годы для украины тем более что вероятность того что трамп станет сорок седьмым президентом соединенных штатов америки мне представляется ну практически равный ста процентам если не случится какое-то чудо на самого движения трампа вообще все все что произошло вот это вот покушение этот выстрел очень многое изменил в соединенных штатах америки и в избирательной кампании об этом можно судить по целому ряду заявлений с противоположных сторон но само выдвижение трампа вчерашнее выдвижение трампа на съезде республиканской партии она выглядела просто как коронация и вообще сама вот это вот компания на трампа приобрела такой я бы сказал религиозный характер вот фактически произошла для многих для той группы ядерный ядерного электората трампа его фигура прошла канонизацию то есть прежде чем прежде чем раньше вот это вот канонизация трампа была связана с его преследованиями судебными когда значит он его так сказать он говорил о том что нельзя никогда сдаваться и так далее ну а теперь вот символом этой компании стал снимок с митинга вот этот трамп с окровавленным лицом с поднятым кулаком на фоне американского флага я должен сказать что надо просто вы выразить восхищение фотографом который который очень точно поймал вот этот вот снимок и он действительно стал сегодня символом этой компании компании в которой трамп по сути дела превращается в икону и основная идея вот этого ядерного движения в поддержку трампа когда его сравнивали с христом который страдает за всех его преследует чтобы спасти америку и все человечество ну а теперь вот все разговоры о том что пулю которая пролетела в миллиметре от головы трампа назначьте и отвело божественное миши вмешательство и фактически все это сделало его вот таким канонической фигуры канонизируемой фигурой фактически помазанником божьим на президентство то что сейчас происходит соединенных штатах америки это глубочайший раскол глубочайший раскол потому что это вот тут можно можно говорить а об опросах общественного мнения когда 47 но почти половина граждан соединенных штатов америки считают что вот ближайшее время может состояться гражданская война я очень надеюсь что этого не произойдет и прежде всего очень хороший в этом смысле симптом это взаимное заявление двух кандидатов президенты то есть я очень надеюсь что риторика избирательной кампании изменится по крайней мере и трамп вроде как подает сигналы к тому чтобы что чтобы так сказать снизить ожесточенность этой риторики со стороны байдена тоже неизбежно произойдут такие же изменения то есть на самом деле я очень надеюсь и я думаю что есть все основания считать что ведущие политики соединенных штатов америки трамп и байден осознают свою ответственность за то что действительно дальнейшее ожесточение этой кампании и вот риторика риторика такая я бы сказал резко конфронтационная она может действительно до добра не довести но здесь есть одна опасность дело в том что то что и трамп и байден явно склоняются к смягчению риторики не означает что их сторонники готовы пойти в этом же направлении по крайней мере часть республиканцев и в том числе и но новоиспеченный кандидат вице-президенты венс как раз по как раз продолжают крайне ожесточенную риторику в том числе в частности венс объявил что вот это покушение стало возможно благодаря благодаря риторики байдена что именно из вот этой вот конфронтационной риторики байдена и вылетела эта пуля которая прошла в миллиметре от головы трампа то есть на самом деле здесь все все достаточно тревожно но скажем так будем говорить о фактах фактами можно считать то что на первое то что на трамп практически он в миллиметре от президентства второе это то что его президентство будет очень плохим для для украины будем надеяться что все таки в целом на соединенные штаты америки не откажутся от помощи украине и наконец то то что европа понимая всю опасность президентства трампа консолидируется и выглядит гораздо более сплоченным вплоченной чем вчера и об этом кстати говоря свидетельствует еще одно событие которое произошло вчера вчера стало известно что министр иностранных дел европейского союза будут бойкотировать саммит по иностранным делам в будапеште то есть это их ответ на вот это вот голубиные повадки орбана который вообразил себя представителем главным главным смотрящим по европе разлетался по всему миру с какими-то миротворческими функциями которые ему никто не поручал я думаю что вот это как раз в какой-то степени показывает ну конкретно сначала что произошло значит 28 29 августа орбан собрался провести встречу значит министров иностранных дел по целому ряду вопросов министр иностранных дел скорее всего не будут в этой в этой встрече участвовать значит то есть этот бойкот на самом деле это то есть ну пожалуй вот очень серьезная серьезный ответ на самозванство орбана и в целом я думаю косвенный ответ на грядущее президентство трампа то есть европа не готова что называется прогибаться вместе изгибаться вместе с линией вашингтонского обкома то есть основная основной смысл этой этой акции это отказ от следования вот этому курсу орбана трампа потому что на самом деле то что орбан выражает здесь позицию на трамп это достаточно очевидно так что я думаю что все таки вот это при вообще президентство трампа если бы она не было грядущее президентство я считаю его практически неизбежным могу конечно ошибаться и надеюсь ошибиться но думаю что чудес не бывает и я думаю что вот это президентство трампа если бы она не было столь столь опасным для вот той ситуации которая складывается сейчас на фронте в украине то это был бы уникальный исторический эксперимент и я бы конечно с огромным интересом следил за на тем что происходит это эксперимент который который в значительной степени должен показать насколько все-таки европейские лидеры европа в целом готова проявить субъектность готова готова так сказать вернуться к тому кто и к состоянию той европы которая на протяжении нескольких столетий владычествовала над планетой была основным основным так сказать центром событийным в мире ну вот посмотрим похоже на то что такие шансы есть так что будем следить но к сожалению этот эксперимент проходит очень очень тяжелой обстановке в обстановке когда действительно вот на 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 территории украины во многом как мне кажется на решаются судьбы планеты так что Продолжение следует...